Кто звонит? Володя. С миром, Игнатий Тихонович. Владимир звонит. Я вам письмо писал позавчера. Может быть. А что там писали вы? А про... значит, критерии оценки истории. Ну-ну, слушаю тогда. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, мы не против. Мы в курсе, да. Пожалуйста. Ну, сначала, может быть, поговорим о том, что я писал. Ну, я там уже сейчас не припоминаю, что писали. Сколько вам лет и в каком месте вы находитесь? Мы... Мне... Я 4 года на пенсии уже. С 51-го года. Мы находимся в Крутихе. Это Камень на обид, чуть севернее. А, так вы на Алтае находитесь? Конечно, да. Мы тут земляки. Ну, а я думал, вы издалека. А у меня тут большая запись была с Америки. Один ехал, и в машине, из машины связь была. Ну, мы... Мы посмотрим иногда ваши записи. Очень интересно. Я вижу, что у вас... Со всех мест. Ваш, ты подвинься, чтобы тебя тут тоже... Вот видно, видно, что в экране. А это Василий, это мой вот... Брат во Христе. Он с Долганки. Это рядом тут деревня. Ну, а вы тогда маленько влево сдвиньтесь, а он к вам подвинется, и будет хорошо. Влево, влево. Еще влево. Вот так. Во-во-во. А теперь его поближе. Во. Говорите. Его можно вообще... Его можно вообще вперед. У него борода больше. Ну, ничего. Это очень хорошо. Так, я вам вот что писал. Значит, наткнулся, не смотрел тут недавно, за октябрь наткнулся в слово пастыря, где патриарх Кирилл, значит, затронул интереснейшую тему, по каким критериям мы можем объективно оценивать историю. Вот. Я когда дошел до этого, дошло... Я ожидал, что он что-то будет говорить о Иваньевских заветах, или, может быть, хотя бы это, допустим, то, что сказано в Римлянам 2.15, о совести, которая, как написано Богом, в сердцах людей. Вот. Но вместо этого я услышал вот такое, что, в общем-то, от чего я изумился. Вот слово пастыря, выпуск от 11 октября 2014 года. На 6 минуте 59 секунд. Вот что было сказано. Какое можно было бы взять правило, применяя кое, можно было бы действительно представить более-менее объективную картину прошлого. Правило такое невозможно. Правило такое. Невозможно события или личности рассматривать вне широкого исторического контекста. Вот такое вам предложили правило. Хорошо. Я вас понял. Понял. Отвечаю. Это отвечает человек, ничем не показавший, что он верит во Христа, что в руках у него Святая Библия. Это определенно сразу видно. Мы должны все рассматривать во свете Святой Библии. Вот полный ответ. Что сказал Дух Святой? Потому что в Библии написано «Все Писание», а у Библии три названия. Слово Божие, Священное Писание, Святая Библия. Все. Больше нет ничего. От первой до последней страницы. Это 77 книг. Написано «Все Писание Бога духовновенно». И писали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Нас должны интересовать мнения не человека, исторические факторы. Вы пришли не ко мне. Вас интересует, что говорит Бог. Притом не так. Сегодня так, а завтра так. А непременно то, что сбудется. Господь говорит «Я говорю слово, и оно не возвращается тщетным, доколе не выполнить назначенное». А почему? Иеремия, вот ручка есть, берите маленько, записать надо будет. А потом отдельно вы посмотрите. Это говорит пророк Иеремия Духом Святым. Вторая глава, 13 стих. Я на память говорю, а потом вы прочитаете. «Два зла сделал народ мой. Это тогда сделали и сегодня делают. Меня, с большой буквы «меня», Бога, источник воды живой оставили. А выстекли себе водоемы, которые не могут держать влаги». Вот это мнение людей. Что говорит Бог, их не интересует. Мы все должны рассматривать согласно Библии. А как? Первое Коринфянам. Запишите. Один Кор. Дальше. Десятая глава. Двоеточие. А двоеточием отделяется. Шестой, одиннадцатый стих. Шесть, запятая, одиннадцать. Вы прочитаете там. Я могу это даже сейчас прочитать. Дословно, чтобы было. Если у вас недалеко, то можете тоже это открыть. Я повторяю еще раз. Первое послание к Коринфянам. Десятая глава. Шестой, одиннадцатый стих. Апостол Павел говорит здесь. Не хочу вас оставить, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и прошли сквозь облако. А какое отношение я имею? Слушайте. И все крестились в Моисея в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. Ну, кажется, какое отношение я имею? А шестой говорит. А это были образы для нас. Чтобы мы, достигшие вот этого исторического пути, вот этой версты мировой истории, мы не были походливы на злое, как они были походливы. То есть мы привыкли иметь героев положительных. Ну, смотришь на него, как писал Маяковский, с кого писать образ. Мы должны уметь брать положительность с отрицательных образов. И он здесь перечисляет апостол Павел, что люди погибли за неверие. И при том погибли почти все. На 600 тысяч спаслись только два человека. Ну, это какой процент? Легко высчитать-то. Тысячная доля процента. На 600 тысяч только два. Об этом говорит Исерахов. Так вот, это были образы для нас. Я возвращаюсь снова сейчас. И дальше прочитаем. Смотрите, как дальше он говорит. Это были образы для нас. Чтобы мы были походливы на злое, как они были походливы. Дальше. Не будьте так же и долопоклонниками, как некоторые из них. О которых написано. Народ сел есть и пить и стал играть. Речь идет не играть, а блудить. Игра означает, это не просто в мячик играть в волейбол. Дальше. Не станем так же блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Вот он Майдан. Где блуд? Где дети находятся? Дальше. Новые герои проходят. Девятый стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. А сегодня как искушает Бога? А вот пускай Бог даст то, а пусть это, а пусть он установит, пусть то другое. Путину виноватому надо сделать. Ты посмотри на себя в зеркало, и ты увидишь, что не надо никого искать будет. И что дальше? А дальше очень просто. Одиннадцатый стих. Все это происходило с ними как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот где мы находим сейчас ответ. Это написано для нас в Библии. Не написано, смотрите, как было в истории мировой. В контексте истории, что патриарх сказал. Он не знает Библию, выходит. Ему грамота звания не помогает в ответах людям. Я его разбирал как-то на 60 вопросов его, которые ему, патриарху, ну тогда был патриарх Алексий. На 60 вопросов. Из них он только на 4 правильно ответил. Только на 4. И тогда он был митрополит, вот Кирилл. Точно так же 60 вопросов, которые ему задавали в печати, я поместил у себя в книгах. Отвещает на 4 с половиной вопроса только правильно. Они не знают ответа. Почему? Я скажу словами Иоанна Златоуса. Он говорит, избирая пастыря, вот вы назвали там пастырь, какой был, не избери волка. Зачем это предупреждение? А вот затем, когда апостол Павел прощался с пресвятерами и епископами, он говорит, из вас восстанут люди, которые будут говорить превратно. А впереди назвал их лютые волки, бешеные. И причина какая, чтобы увлечь за собою. А из-за чего? Корысть и трусость. Трусость и корысть. Прямо ответить они не могут. Ни мусульманский, ни еврейский вопрос никакой не отвечает по Библии. А этого бояться не надо. Даниил Состоев не боялся, отвечал. Если интересует вас, я попутно задел эти вопросы, они у меня отвечены в книгах. А каждая книга 750 страниц. Там Коран, Пасурам, Аятам, разобран весь в сравнении с Библией. И что от них ждать? То, что написано в Библии. А что написано? 24 глава Матфея. Матфея, 24 глава. И Евангелие от Луки, 21 глава. Дальше. Атпокалиптиз, Откровение, 17-18 глава. Вот мы пока на этом остановимся. Дальше. Второе послание фессалоникийцам, 2 глава. Второе фессалоникийцам и по-славянски солунянам. 2 глава. Вот. Этого почти достаточно. Мы не будем брать 15 главу, 1 Коринфян, где говорится уже о воскресении. Нас интересует мировая история, события. Часто спрашивают, а за что такое с Украиной? Никто не знает. Но судя по тому, что там есть, мы можем судить. Все секты, все ереси сбились в Украине. Это мировая свалка. Вот сделалась пристанищем всякой нечистой птицы. Ну возьмите, где там Денисенко патриарх? Какой он патриарх? Он Анапиуме предан. А едет в Америку, просит оружие убивать русских. Но это же не секрет. Меня когда спрашивают, а правильно ли делать? Да русские-то тоже самое делают, они ничем не лучше. Суть-то вот в чем. Если они не разрешают Донецку, Луганску выйти из состава Украины, так что их судите, когда Чечню-то с кровью, с грязью смешали всю? А это вообще мусульманская. Ее Ермолов давил, а теперь не знает, что делать. Ждите теперь Татарстан. Он перерубит Россию сразу пополам. А будет это? Будет. Услышите о войнах, о военных слухах. И что? Не смущайтесь. Всему надлежит быть. Не устрашайтесь. Этому должно быть быть. Восстанет брат на брата. Народ на народ. Государство на государство. А как это будет? До конца знает только Господь. Но сегодня уже военные специалисты, как вот Ивашов, Леонид, генерал-полковник, депутат Государственной Думы, Родионов, генерал армии, бывший министр вооруженных сил, они показывают, что сейчас какое оружие есть у противников, которое подтянули вплотную к границам России. Войны практически не будет. Если Россия с Украиной может в течение двух недель полностью разделаться, как Жириновский там говорит, то с Россией разделаться в течение одной недели. Напротив одной дивизии в Забайкале, 101 дивизия в Китае, с самым современным оружием вооруженное. Одновременно в Америке взлетает 15 тысяч ракет с точностью до одного метра. Но не атомные. Только поразить все вот эти атомные установки. Но если Россия ответит, как Путин говорит, ответим атомным ударом, то напротив каждой ракеты они все уже засвечены. Ну некоторые там под водой еще не знают. Тройная защита. Им не дадут взлететь даже. И что делать? Нам дано одно право. Плакать и молиться и каяться. Говорит, в белые просто не заворачивайся и потихоньку вдоль забора на кладбище. Нам надо научиться молиться, просить прощения за все, что у нас было. Куда только не лезли в Советском Союзе. Кому только не отдавали богатство. А в конце концов все евреям отдали, в Израиль сплавили. Откуда Березовский-то? Ну, был такой прокурор генеральный Скуратов Юрий. А он знакомый был с Борисом Абрамовичем. И говорит, Боря, а что ты не едешь в Израиль-то? Он говорит, мало удовольствия. Проснуться утром и знать, что 6 миллионов евреев думает, как тебя обмануть. Так это, говорит, еврей. Это пишет комсомольская правда. Я ничего не имею против евреев-то. Но я говорю, как есть. И они придут к власти. А сейчас евреи, жиды захватили. Бей жидов, спасай на Россию. Это русская наработка. За это придется море крови хлебать. Потому что написано, ты хочешь быть благословенным, а кто не хочет? Чтобы дети были послушны, дом не горел, зарплата хорошая, пенсию отдавали вовремя. Это благословение. Не проклинай семья Авраамова. Проклинающий вас, Аврааму Бог сказал, проклят будет. Благословляющий будет благословлен. Ты благослови, евреи, а как? Так, чтобы они приняли мессию, который пришел к ним. А он, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. Израиля не было. Это скотомогильник был. Дохлое пастбище. И они обратятся. Тебе не надо об этом думать. Это Бог знает. Он молился за Иуда, но Иуда не обратился. И что дальше? А дальше будет так. Правитель один сядет из колена Данова. Их двенадцать колен. Двенадцать. И вот он и двенадцать. Еще два, как глухонимые показы. И он сядет в Иерусалимском храме. Там ищет Амара, которая стоит, она будет снесена. Да весь мусульманский мир за нее поднимется. Ничего не получится. Евреи, какая территория, там полоска. Мусульманский мир, который граничит с нею, ровно в пятьсот раз больше по территории. В пятьсот раз. И они ничего не могут с ними сделать. Почему? А это Божья закваска. У Бога разнаряжена уже вся режиссура. И она идет на землю, проецируется. Еще человек не был создан. У Бога все было известно, что мы с вами встретимся. У Бога известно, какой народ чем будет заниматься. Вот, у Бога известно. И поэтому хочешь быть благословенной, благословляйте семя Авраама, чтобы они обратились, не обманывали другие народы. Чтобы Бог дал им Духа Святого. Чтобы они родились свыше, приняли Мессия распятого на Голгофе. А не того, кого Машааха они ждут. Вот главный расклад. А дальше будет, что северный народ придет. Есть предположение, что войска России двинутся к Израилю. Может быть, объединенной будет с Китаем, и все будет сожжено. Семь месяцев будут только хоронить, искать кости. Это уже пророк из Икииль говорит. А что это за город Вавилон? Пал, пал Вавилон. Святые отцы все указывали, что Вавилон это Рим. Рим от оттолкования Андрея Кисарика, подокийского архиепископа. Да все почти. Кирилл Русалимский. Нам не надо гадать. У нас святые отцы есть. Которые точно это все показали. Но Рим первый пал. Второй с претензией на это Константинополь. Новый Рим Константина. И когда он пал, на это стал претендовать только один город во вселенной. Москва. Москва, третий Рим, а четвертому не быти. Епифаний Славенецкий сказал. Ни Нью-Йорк, ни... Их не было, этих городов даже. А Россия уже толклась на этом. Нам нужно быть третьим Римом. Мы новый Израиль. Ну и считай, что было с Израилем. Самое страшное, как говорят, от святых отцов, это не война, а плен. Вот. А Израиль это испытал. Он был растеян. Он там переплавленный пришел. И уже идолам они не поклонялись, когда пришли. Это другой народ пришел. Сегодня спрашивают, в церкви такой бедлам, что можно сделать? Попы лютуют. Только деньги, деньги, что бы ни сказал, они против. На благовестие не идут. Что может спасти? Только одно. Массовый расстрел священников-архиереев. И Бог обновит это племя. Я им постоянно говорю, вы будете вышены дотла. Что они делают сейчас? Как они каноны попирают? Крещения нет. Мокрой ладошкой и все. Оглашенные из идите нет. Обращения нет. Православие кончилось. А кто это говорит? Феофан Затворник. Еще одно-два поколения и православие на Руси исчезнет. 1861 год. Не надо обращать себя. Вот строят монастыри. А там написано, как у Кухши, у других предсказано. Будут строить, а в храмы тебе ходить нельзя будет. Почему? Потому что все будет только об одном. И все везде деньги. Везде деньги. Едут, освещают какие-то там офисы и прочее. Они Бога не знают. Это надо не просто говорить. А то патриарх Алексей Второй выступает. Это напечатали. И говорит, нам необходимо реставрировать человека. Я понял, он неверующий. Как реставрировать, когда написано притча о блудном сыне. Сын мой был мертвый, а жил. Мертвый. Мертвого нельзя реставрировать. Его надо хоронить. А воскресить может только Бог. А Богу доверия нет. Как? Очень даже просто. Послание к Ефесянам. Вторая глава. Запишите. Пятый стих. Ефесянам. И нас, мертвых по преступлениям, мертвых по преступлениям, оживотворил, воскресил. Вот две воскресения. Нам нужны благовестники. Патриарх Кирилл об этом сейчас дал указание. Они мещутся в архиереи. А никого нигде нет. Я еду в одной машине с местным архиереем. Он говорит, у меня ни одного миссионера нет. Переходи, я тебе... Мы к зарубежной церкви относимся еще. Так, которая приняла акт с каноническим общением. У нас служат патриарти, архиереи и все. Но они не могут быть такими. Они не рождаются. Миссионер это не просто лоб перекрестить. Иоанн Златоуз говорит так. Чтобы обратить человека от ереси, от заблуждения, от сектантов, нужно тысячи талантов. Тысячи. Я должен знать психологию человека, их учения изучить, самые опасные какие моменты. А чтобы крестить человека, не надо ни одного таланта. Достаточно быть священником и запрещенным служением. Все. А что там, в воду, во имя Отца, Сына, Святого Духа. Три погружения, и человек вышел. А вот обрати его. А как обратишь ты, если ты сам не обращенный? Надо начинать от самого себя всегда. А какие сегодня главное называют проблемы? Слово проблемы исключить из лексикона. Это поганое американское слово. Его нет в Библии. А что? Нерешенный вопрос. Замените его. Нерешенный вопрос. А то придумали. Я считаю, самое неугодное слово в церкви это окормлять. А в словаре написано, окормлять это перекармлять и отравлять. Есть прищищать. Нет окормления. Это выдумка. А еще каноническая территория. Вот они бьются за свою территорию. Территория весь мир. Идите по всему миру, Христос сказал. Апостолы не делили каноническую территорию. В одном Риме и Петр, и Павел. И никто лишний там не был. И Андрей там проповедует, идет. А еще какое? Первое, родиться свыше. Кто не родится свыше, третья глава Иоанна Гератяна, не увидит царствие Божие. Не может увидеть. Он даже по мытарствам не идет. А сегодня об этом ни одной проповеди в храмах нет. Через какое еще свечку ставить? Монастыри, крестные ходы, мощи. Запутано совсем человечество. А второе, второе, быть Вадимом Духом Святым. Римлянам 8 глава 9 стих. Запишите. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. А где это сказано? Никто так точно не выразил, как Серафим Саровский. Стижание Духа Святого. Вот на это все должно быть направлено. Творишь ли ты милостыню? Молишься ли? Водишься с ребенком? Был такой митрополит Григорий, дореволюционный в Санкт-Петербурге. Он написал брошюрку «Один день святой жизни». Что бы ты ни делал, вкрапляй туда мысли Священного Писания. Ну что ты делаешь сегодня? Пошел скотину кормить. Господи, а ты лежал во хлеву. У тебя не было места, где главы преклонить. Господи, а на осляти тебя Иосиф и преблагословенную Деву Марию вез в Египет. И скотина эта живая, она кормит нас. Благослови нам, Господи. Вот твоя молитва, чтобы такая была, он так учит. Хлеб ли стряпает хозяйка? И говори, как трудно без хлеба. Из-за хлеба люди прийдут к печати Антихриста, начертания зверя. Правильно сказать, будет. А вот все вместе пшенищенки – это мы. И размолотый хлеб – это причастие. То есть ты это все наговаривай, когда ты что-то делаешь. Чтобы у тебя все было проникнуто в благодать и Духа Святого. А там митрополит Григорий говорит. Это не мои слова. Я просто прочитал, запомнил. Мы должны быть очень внимательны, как Антоний Великий. Со цветка на цветок перелетая, нужно нектар собрать. Что бы ты ни услышал. И бояться каких-то событий, они складываются. Ничего не значит это. Ну, задача, я возьму, самые великие люди. Со мной кто-то не соглашается. Самым великим по разуму за 2000 лет после Христа был только Гитлер. Адольф Гитлер. Более талантливого человека не было. Из руин, из праха. В течение там 7 лет буквально поднял страну и против мира бросил. И все, к ногам легла вся Европа. И какая задача? Решить еврейский вопрос окончательно. Ни одного еврея не оставить. У Сталина та же задача. Ни Сталина, ни Гитлера нету. А евреи набрали какую силу? Этот народ неприкасаемый. Ему говорили это. А теперь что? А теперь евреи переметнулись в Америку. Атомную бомбу все это сделали. Заткни рот свой. Пришло время Советскому Союзу рухнуть. Без всякого оружия. И куда еще делось? Стоит горбачок вот так вот, руки поднял. Я не я. Это она сама развалилась. Ты не выбрасывай пока. Неполадки. Неполадки. Ничего. Может быть и так. Владимир Литвинов. Ну вот. Вот так. Что-то не случилось. Это не влияет, не влияет. А? Это не влияет. Не влияет. Ну вот. Видишь. Не влияет. А может быть подсоединятся еще. Вот. Это у нас тут будет перерыв в автозаписи. А у тебя идет сплошняком. А в автозаписи тоже. Видимо от нас это зависит. Я вижу и горит эта окантовочка. Что есть. Эти-то люди недалеко. Мы можем и встретиться. Да. Не так далеко. Мы во всех районах были. Вот. Сейчас может перезвоним. Он сейчас перегрузку дасы. И все будет направлено. Вот. Вы их примите туда. А? Примите в контакт. Где-то вы. А где мне толкнуть? Ну вон. Принять написано. Вот так. Как не принять хороших людей. Обязательно примем. Я еще не вижу. Мне подсказывать надо. Где. Видите какие сидят. С бородами. Не то что. Другие безбородые. Сразу вызывает доверие. Он говорит. У него борода больше моей. Он уже знает. Мировая история. Стоит на близкой верстке. К кончине. Это по всем признакам видно. Какая нравственность людей. Это послание к римлянам. Люди будут такие. Такие будут. Павел говорил. Значит они еще не были. Вот. Неблагодарность. Это одно из качеств современных людей. Сколько добра сделано. Принял крещение. Был здесь. Бац. Псал. Пошел. Как будто никогда не был. Даже с батюшкой не просился. Больше неблагодарности даже вообразить нельзя. Не сказал обижен чем-то. Нет. Доволен был до последнего времени. Даже в этом пасту причащался. Раз встал. И даже. Ну. Никак. Совершенно. Почему? Это народ пришел такой. Сколько труда в него было вложено. Молились вместе. Пели. Ездили. Встал. Вышел. Как будто никогда не знал. И пошел куда? К врагам. Которые люто ненавидят все, что мы делаем. Не хотят, чтобы благовестия было. И тут ничего не добавишь. Ну а может быть по-другому? Ну никак не может быть. Он назначен. Что делаешь, делай скорее. Христос его не удерживал. Он не нужен здесь за столом. Он другой. Он идет к той участи, которая ждет его. И он встал и пошел. А была ночь. Понимаешь, что такое была ночь? Это означает, в душе у него была тьма непроглядная. Вот так. Может мне ему это попытаться дать? Ну-ка. Сойдется или нет? Вот она. Неполадки в интернете. Ну в интернете это означает... Связь плохая. Связь плохая. Ну вот и все. Бро. И какая она сердитая. Да, жаль, конечно. Вот мы это насыщение священного писания. А сегодня обращается как к гадалке. А что будет? А в России будет такой Майдан или не будет? Да судя по всему он другим не может быть. Это уже испробовано. Ну может будут здесь жечь не шины, а сразу гранатами лупить будут. У русских это может быть посложнее. Территория большая. Ездят, прятаться. Сегодня разогревают они. Ну помаленьку убирают. Которые сильно далеко залазят уже. Имеют общение с недругами. Начинается отстрел. Вот. Мы должны быть верны Богу. И ничего больше не надо. Ничего к этому нельзя добавить. Вот так. Ну я еще могу сказать. Если они не могут зайти. Все выключено. Полностью. Все. Давай выключаем. Во славу Божию. Угу. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok